Девушки отдыхают Как работает баннер «Крутилка»? Слушай, я не знаю, как она работает Скажи, как устроен веб-пак Да хрен его знает Чего ты сейчас занимаешься? Какую последнюю книгу ты прочитал? Вот здесь нужна будет пауза Букварь? Как она называется? На «Б» это Теперь понятно, почему на главной так много багов как-то Копни в меня, Паша Фу, блин Что ты за чушь несешь? Ты просто руководитель до этого был Я хочу тебя руководителем назвать Но язык не поворачивается Расскажи немножко о себе Обычно я рассказывать о себе Начинаю с того, что мне 31 год 21 год из этих 31 Я, собственно, программирую Деньги я за это получаю Официально 12 лет Очень многие в последнее время Пытаются поделить В момент, когда они просто программируют И когда они получают за это деньги Чем это отличается? Потому что В момент, когда ты начинаешь зарабатывать деньги На разработке Это переходит из хобби Просто интересного времяпрепровождения В работу У меня это произошло Немножко раньше, как мне кажется Чем я начал зарабатывать деньги Но в целом Это хороший показатель Того, что То, чем ты занимаешься Оно действительно вышло На новый качественный уровень С каких языков программирования Ты начинал? Начал программировать Я на Бэйсике В среде ТР-ДОС На За их спектру Дальше Все развивалось Совершенно непредсказуемым образом То есть На самом деле Когда мне нужно было решить Какую-то задачу Я ее решал Это Были совершенно разные задачи То есть Я там Делал Сайты Когда только у меня появился интернет Мне сразу стало интересно Сделать себе сайт Я полез изучать Купил книжки Тогда это так делалось Полез изучать HTML DHTML Как это тогда называлось JS То бишь Через какое-то время Мне стало интересно А как это все заставить Работать в динамике И Скажем так Работать с данными Сохранять их на сервер Я Начал с Perl Потом переключился на PHP Очень быстро И Была еще интересная задача Например Я был администратором Неофициального Скажем так Сервера World of Warcraft И Там мне пришлось Немножко подучить Плюсы Потому что Сервер этот был Написан на плюсах Там было невероятное Количество багов Их надо было фиксить И Так вот Я пришел в плюсы Например То есть Когда возникала Какая-то задача Я Садился Брал Книжку Последнее время Это уже больше интернет И Собственно Вникал в новую платформу Новый язык И решал задачу Какой основной язык у тебя сейчас Сейчас в основном я программирую на JavaScript Ты испробовал много языков Как тебе кажется Нужно ли знать другие языки Нужно ли смотреть на проблематику с разных сторон Надо знать платформы Разные Разные платформы На которых разрабатываются Мобильные платформы Это серверная платформа Это фронтенд Клиентская платформа Для веба Вот это вот все Конечно Знать хорошо Неплохо понимать Как Создается дизайн Принципы Проектирования интерфейса С самого начала Принципы постановки задачи И все вот это вот Включая Знание Того Как Нюансов разработки На нескольких платформах Оно все помогает Сделать более качественный продукт Зачем например Бэкэнд программист Который создает какие-нибудь JSON-AP ручки Знать как устроен дизайн Для того чтобы понимать Какой продукт он создает Иметь возможность на него повлиять Быть вовлеченным В разработку именно продукта Писать код Ради написания кода Наверное кому-то интересно Возможно Ну вот мне лично Нравится разрабатывать продукт Которым пользуются люди Не важно Где я это делаю Какой роли я сейчас нахожусь Менеджера Разработчика бэкэнда Фронтэнда Мобайла Это все не важно Чтобы Делать качественный продукт Надо взаимодействовать С командой Которая этот продукт создает Расскажи о своей текущей должности Текущей позиции Сейчас я занимаюсь разработкой Главной страницы Портальной навигации Мэвру Наша задача Как можно более Лучшим образом Показать пользователю Дорогу дальше К нашим сервисам К почте К поиску К новостям И ко всем остальным Как происходит процесс Разработки главной Мы занимаемся тем Что как раз изучаем Как пользователи Через нас Идут Туда куда им нужно Решают свою задачу Например Пользователю нужно Узнать Курс валюты Или Текущий Пронос погоды Прочитать новости И так далее То есть у пользователя Есть задача Когда он заходит на мэл.ру Наша задача В свою очередь Выяснить Чего он хочет И как его Наиболее Лучшим образом К этому подвести Решить эту задачу Поэтому работа Происходит Следующим образом Мы делаем эксперимент Выкатываем его На какой-то Небольшой процент И смотрим Улучшилась наша Конверсия Улучшились возвраты То есть пользователи Чаще стали возвращаться К нам Чтобы решить свою задачу Это значит Что они качественнее Решают свою задачу Если да То мы оставляем Этот эксперимент Раскатываем его На больший процент И затем На всю аудиторию Если нет Разбираемся Почему эксперимент Не удался И делаем новый эксперимент Перекрашиваем кнопку Если самый простой вариант Увеличиваем формы ввода Или уменьшаем их Убираем Меняем местами И вот это вот Все происходит Бесконечно 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 Какого размера У вас команда? В данный момент У нас Три разработчика Менеджер И дизайнер Это три фронтенд разработчика? Да Бэкэнда Как такового На самом деле У нас Нет Тут интересно На самом деле Это довольно забавно Была такая фраза Сказана как-то Что главная страница Собирается из баннеров Тут очень смешно звучит Особенно В ключе того Как пользователи Обычно воспринимают Мэйлру Что все завешено баннерами На самом деле У нас не все завешено баннерами У нас силы 2 Но Сама фраза Она правильно Просто нужно правильно понимать Что такое баннер Действительно Главная страница Есть еще один нюанс В ее разработке Она собирается Из данных Всех наших сервисов Вот Практически все Кто в Мэйлру есть Они в каком-то Виде Шлют к нам данные Так как Каждый из этих сервисов Работает на своей платформе У них свои языки Свои API И так далее И так далее Они все Шлют нам данные Через некую Единую систему В которой мы Имеем возможность Эти данные Трансформировать Для себя Удобным образом То есть Перевести Из интерфейса Например Не знаю Новостей В тот интерфейс Который нам удобно Потребить И Так случилось Что вот эта вот вещь Она В общем-то Занимается рекламой Вещь Которая трансформирует Один интерфейс В другой Поэтому Действительно Получается Что главная страница Собирается из баннеров Только эти баннеры В себе содержат Не рекламу А полезную информацию Для пользователей Слушай Ты интересно Рассказываешь Про свою работу Может быть Ты приоткроешь Завязь И покажешь Какую-нибудь Ее часть Да Я покажу Кусочек Не очень хорошего Кода С которым Иногда Приходится Сталкиваться В процессе Поддержки Больших проектов Код иногда Пишется В спешке Иногда Он пишется С людьми Которые приходят И уходят А нам Надо все это поддерживать Надо, чтобы Продукт работал хорошо Поэтому я покажу Как из Кода Кода Код сейчас Непонятен И написан Не очень хорошо Сделать Хороший Понятный Код Собственно Что я покажу Это не Какие-то Супер Модные Техники Это скорее Ежедневная Работа Работа С Легаси Кодом И попутный Его Рефакторинг Перед собой Вы видите Живой Действительно Пример Из Проекта Которому Этому Коду Уже Больше Пяти годков Так точно Конечно Выглядит Немного Страшновато Тем не менее Это В общем-то Ежедневная Практика Нужно уметь Читать Любой Код Абсолютно Любого Качества И Вносить Туда Правки Дорабатывать Его Ну и Попутно Рефакторить Если уж Совсем Плохо Становится При Работе С ним В первую очередь Конечно же Если В него Уже Становится Невозможно Вносить Какие-то Изменения Этот Вот этот Конкретно Кусочек Это Меньше Восьмидесяти Строк Кода Взятый Из Вот этого Вот файлика Который Весь Написан В общем-то В таком Стиле И У файлика Почти Пять тысяч Строк Он Рабочий Он работает Он выполняет Свою функцию Но Вносить туда Изменения Довольно Проблематично Собственно Что Первое Надо сделать С кодом Это Найти Там То Что Нужно Поменять Место Куда Нужно Ставить Новый Код И Когда Все Написано Вот таким Вот Образом То Поиск Обычный Уже Не очень Помогает И Подсказки Правда Даже Не очень Работают Тем не менее Здесь Конечно Сильно Упрощенный Пример Здесь Можно Выделено Сразу Кусок Кода Который Будем Переделывать И Здесь Код Занимается Тем Что Подписывается На События Форумы И Собмитит Форму После Выполнения Неких Проверок Что Нужно Первое Сделать Когда Рефакторишь Вот Такой Код Узнать Ограничение Окружения У нас Окружение Это ES6 Babel И Webpack Из Браузеров Это Современные Е11 И Выше Соответственно Вот С этого Начать Дальше Начинаем С того Что Просто Убираем То Что Не Используется Вот Здесь Например Совершенно Не Используется Вот Вот Эта Вот Функция Она Уже Подсвечена Ее Можно Совершенно Безболезненно Убить И Сразу Становится Ясно Что Можно Убить Еще Кое Чего Значит Дальше Вообще Вот Это Довольно Частая История Назначение Переменных Точнее Строк Названия Функции В переменные Вот Это Все Это Делают Так Называем Люди Апсфукатора Есть Такие Которые Пытаются Написать Код Таким Образом Чтобы Он Занимал Меньше Места Но Во-первых Современные Апсфукаторы То есть Функции Уменьшения Кода Они Достаточно Умные Они Все это Прекрасно Делают За нас Еще Вот Конкретно Вот этот Пример С Тем Чтобы Имя Функции Перенести Часто Используемые В переменную Это Как бы Делается Чтобы Приезжать И дальше Когда Апсфукатор Уменьшает Название Переменной Он И Везде Эта переменная Используется Соответственно Там будет Не 10 Символов Везде Например А1 После Апсфукации Сжатия Кода Так вот Это уже Заявка На человека Архиватора Потому что Это работа Которую За нас Делает Архиватор Который В общем-то Стоит На любом Веб-сервере Сейчас Встроенный Точнее В него И когда Браузер А любой Абсолютно Браузер Сейчас Говорит Сообщает Заголовок Zip Deflate Готов принять То есть Сервер Отправляет Все данные Уже В сжатом Виде И вот Эти Одинаковые Строки Они В общем-то Этим Алгоритмом Гораздо Лучше Сжимаются Чем Мы Вот это Вот Все Можем Сделать Поэтому Не нужно Заниматься Тем Чем Занимаются Гораздо Лучше Нас Алгоритмы Нужно Писать Читаемый Код Который Будет Легко Поддерживать И Изменять А Оптимизацией Пусть Занимаются Соответствующие Алгоритмы Они В любом Случа Сделать Это Лучше Собственно Сейчас Мы Избавимся От Вот Этого Вот Всего Великолепия Начнем С того Что Избавимся От Ну вот Функции SetTimeout ClearTimeout Например Просто Переопределяются Поэтому Совершенно Безполезненно Их Можно Убить Отсюда Дальше Наверное Можно Вот Эту Вещь Заменить Если Кто-то Говорит Да Что Долго Писать Ну Есть Подсказки В Вде В Любом Маломальском Соответственно Тоже Слабый Аргумент На самом Деле Так Почему Я делаю Вручную Это все А не Использую Поиск И замену Потому что Так Надежнее Я должен Понимать Контекст Каждой Строчки Которую Меняю Чтобы Минимизировать Риск Каких-то Проблем Впоследствии Так Что У нас Дальше Event Listener Здесь Использован Код Ну Тут В принципе В комментарии Написано Что это Вытащенный Из jQuery Здесь Использован Код Который Проверяет А нет Ли у нас Есть ли у нас Advent Listener Функция Если Нету То пытается Проверить Attachment Это Проприитарная Microsoft API Для Старых Соответственно Internet Explorer И Оно Уже Нам Не Нужно Довольно Долго Время Поэтому От Этого Тоже Избавляемся Используем Совершенно Нативные Вещи В данном Случае Просто От Advent Listener Старых Здесь То же Самое Так Еще Одна Функция Стала Не Нужна И Еще Несколько Строк Стало Не Нужно Вот Весь Блок И Сейчас Дальше Можно Посмотреть На Функцию Что Здесь Происходит Ну Во-первых Вполне Можно Использовать И замыкание Это Будет Выглядеть Компактнее И Красивее Точнее Стрелочные Функции Извиняю Стрелочные Функции Здесь Все Самыкание Собственно Главное Увлекаясь Стрелочными Функциями Не забывать Что Они Сохраняют Контекст Вышестоящий А Иногда Нужно Получить И Доступ И К Тест В Контексте Функции Так Еще Да Не будем Не буду Человеком Который Абсоцирует Код Это Detimeout Назовем Нормальную Функцию Чтобы Можно Было Сразу Читая Понять Что Происходит Ну И Раз уж Мы Под Е6 Переписываем Сделаем Сразу Вот так Здесь Соответственно Тоже Стрелочная Функция Вполне Хорошо Встанет Некоторые вещи Конечно Это Тело Вкуса Либо Принято Вашей Конкретной Команде Стиле Программирования К примеру Здесь Устанавливается Свойство У Дома Объекта Это Вообще В принципе Не очень Хорошо Нету Объекта Формы Такого Свойства Ничто Не мешает Сделать Это Свойством В данном Конкретном Контексте И Ну конечно На большом Коде Тут уже Лучше бы Использовать Поиск и Замену Но в данном Случае И вот Здесь В данном Случа Не так Много Надо Заменить Так Все таки Неправильно Написал Дальше Здесь Под условием Prevent Default Return False Prevent Default Return False Это все Выходы Из функции Опять же Это Тело Вкуса Но Есть Такой Принцип Построения Функций Это Принцип Единой Точки Выхода Зачем Он Нужен Чтобы Четко Понимать Что Выход Из функции Будет В конце Читать Не отвлекаясь На выход Читать Код Это Как С Книжкой То есть Ты начал Читать Закончил Читать Вот У тебя Конец Книги А здесь Получается Что Ты Читаешь Читаешь Раз И Внезапно Конец В середине Не Не Очень Удобно Можно Пропустить И Неправильно Интерпретировать Код Поэтому Я Стараюсь Следовать Принципу Единой Точки Выхода В данном Случае Это Можно Сделать Следующим Образом Здесь У нас Выход Поэтому Делаем Инверсию Условия Вставляем Все Внутрь Здесь Опять Выход Сейчас Мы Это Поправим Здесь Каждый Раз При Срабатывании Вот Этого Эвента Заново Выбирается Элемент Не Очень На самом Деле Плохо Быстрая Операция Тем Не Менее Зачем Это Делать И Так Если Можно Сделать Лучше И Это Будет К тому Же Более Понятно Выглядеть И Кстати Можно Заодно Переписать Вот Этот Участок Опять Ж Дело Вкуса Но У Нас Принят Вот Такой Вот Подход Когда Каждая Строчка Определение Переменной Находится Отдельно То есть Зачем Зачем Делать Так Потому Что Так Легче Читать Дифы Когда Меняется Код Легче Нет Лишних Строчек В Диф Когда Смотришь Что-то Там Вот Уже Сразу И Первая Ошибка У Меня Спасибо И Де Я Пометил Изменяем Переменную Как Константу И Справим Ошибку Опять же S-Type Что Что Это Такое Не Очень Понятно Видимо Судя По Вот Этой Константе Button Submit Это Submit Type Так И Назовем Чтобы Можно Было Понять О чем Идет Речь Опять же Конечно Можно Использовать Эта Замену Лучше В данном Случа Использовать Встроенные Возможности VDE Но Код Маленький Поэтому Быстрее Так Дальше Регулярка Опять же Каждый Раз Ее Надо Инициализировать Это Абсолютно Маленькая По Производительности Затрата Но Я Предпочитаю Делать Так Допустим Так Вот Назовем Так Вынесли Теперь Чуть Лучше Читается Поскольку Ну Не все Сходу Читают Регулярное Выражение Здесь Практически Английским Языком Написано Что происходит Опять же Здесь Происходит Выход Нужно С этим Что-то Делать Так Фокус Дальше Сделаем Сделаем Вот так И Все Это Унесем Внутрь Конечно На определенном Уровне Уже Количество Вложенности Будет Слишком Большим Но Пока Как мне Кажется Вполне Нормально Так Опять Ненавистный Вар В общем-то Здесь И смысла Нету Назначать На самом Деле Переменную Поскольку Она Только Один Раз Используется Уберем Лишнюю Строчку Submit Type Forbes Submitted И Дальше Идет Submit Формы Здесь Я Пожалуй Напишу Комментарий Что Вызов Данной Функции Не вызовет Срабатывание Еще раз События Это Не очевидно На самом Деле Не очевидны Нюансы API Которые Лучше Откомментировать Так же Наверное Лучше Откомментировать Здесь Комментарии Очевидные Комментарии Что там Переменные Назначилось Точнее Переменные Назначилось Свойства Их Писать Лучше Не писать Они Затрудняют Чтение Кода Но Когда Комментарий Может Пояснить Какую-то Логику Тогда Его Лучше Написать Если Вы Думаете Писать Или Не Писать Пояснение Логики Тогда Напишите Если Вы Хотите Пояснить Действие Которое Производит Код Не Надо Этого Делать Так Если Форма Не Была Отправлена Так Собственно Еще Здесь Лишний Return False Потому Что Ну Не Будем Трогать Не Будем Менять API Это Попутный Рефакторинг Поэтому Лучше Оставить Как Есть Так Что У нас Получилось Да Еще ES6 Это Значит Что Мы Подключаем Этот Файл Через Импорт И Нам Совершенно Не Нужно Выполнять Это Внутри Замыкания Чтобы Все Правильно Работало Ну И Здесь Тогда Надо Заменить Соответственно И Переменная Так Ошибок Нет Всяком Случа Еды Показывает Что Их Нет И Результатом Явилось 44 Строки Кода Который Гораздо Лучше Читается Стал Почти В два Раза Короче И Внешне Внутренний API Не Изменилось Собственно Так Вот Происходит Работа В Больших Проектах С Legacy Кодом Когда Нам Нужно Аккуратненько Потихонечку Приводить Legacy Код В более Менее Современное Состояние Ни В коем Случа Не Поломав То Что Он Хорошо Делает На Притяжении Иногда Даже Десятка Лет Расскажи О трех Самых Интересных Вещах В твоей Работе Бесконечное Обновление Первая Вещь За То Время Что Я Разрабатываю Именно На JavaScript Если Брать Можно Наверное Отчитывать С 2001 Года Язык Подходы К Разработке Все Поменялось И На самом деле Даже Клиенты Где этот Язык Запускается То есть Браузеры Поменялись Кардинальным Образом Сама Профессия Поменялась Кардинальным Образом И Вот это Бесконечное Изменение Сейчас Это Продолжается Это Это Очень Интересно Это Очень Круто Это Держит В Тонусе Нельзя Просто Взять И Не Читать Новости Про JavaScript Потому Что Тогда Через Полгодика Ты Устареешь Как Разработчик Совсем Второе Интересное В моей Работе Это Сейчас Конкретно Это Разработка Продукта Для Миллионов Пользователей Я Хорошо Помню До этого Я работал В почте Занимался Разработкой Мобильной Почты Mail.ru И Хорошо Помню Свои Ощущения От Первого Месяца Работы Когда Я Зашел В метро И Увидел У нескольких Людей На Телефоне Открытую Почту Веб Почту Я вообще Думал Что никто Не пользуется На самом деле Веб Почту Mail.ru То есть Люди Пользовались Прям Тем Что Я Сегодня Накодил Выкатил В продакшн Зашел В метро И люди Прямо Этим Пользуются Они Видят Новую Фичу Которую Я выкатил Она Им Нравится И Спрашивал Не Прямо В метро Хотелось Хотелось Но я держал Себя в руках Потому что Крипово На самом деле Мне кажется Несколько У людей Так Есть Впечатление Что Mail.ru За ними Следит На самом деле Нет А так Подхожу Алексей Петрович Как вам Наша Почта Вы решили Свою Проблему С поставками И С главной Страницы В принципе То же Самое То есть Это Огромная Аудитория Огромное Количество Людей Которым Мы Так Или Иначе Помогаем Решить Их Задачи Пусть Даже Эта Задача Просто Зайти На Страничку И Новости Полистать Еще Наверное Какая Интересная Вещь Вообще В Разработке В Программировании Не знаю Но Именно В Разработке Это Возможность Горизонтального Движения Когда Ты В процессе Работы Над Продуктом Можешь Пойти К дизайнеру Получить У него Информацию А почему Он Сделал Эту кнопку Такой Например Получить Инсайт Какой-то От него И Побеседовать С ним Пообсуждать Вот этот Вопрос А почему Может Все-таки Не так Надо Сделать Я Не знаю Как Мне Кажется Что Не Везде Так Принято Делать Мой Опыт Подсказывает Что Это Не Частая Ситуация Но Во всяком Случай Здесь Получается Поработать Над Проектом С Разных Позиций Потому Что Я Не Только Пишу Код Собственно Я Также Участвую В Усуждении Интерфейсов Которые Создаются И Каким-то Образом Участвую И В Проведении Экспериментов То есть Предлагаю Свои Какие-то Идеи Которые Как Можно Поставить Эксперименты На Пользователях Вот И Как Можно Интерпретировать Эти Результаты Уже На Стадии Анализа То есть Получается Что Можно Поучаствовать В Проекте Со Всех Сторон А Может Быть Даже И Поменять Собственно Специализацию В какой-то Прекрасный Момент У нас Есть Такие Примеры Ты упомянул Что Сфера Очень Активно Меняется И Чтобы Оставаться На Плаву Нужно Постоянно Изучать Что-то Новое Где Ты Черпаешь Информацию В Основном Раньше На самом Деле Это был Хабер Хабер уже не Торт Сейчас Он Уже Не Торт Как Мне Кажется Я Сейчас Слежу За Стадиями На Медиум Подписан На Каналы В Телеграме Конечно Ж И В Принципе Ну Наверное Сейчас На самом деле Все Если Выбрать Какого-то Человека Вот Допустим JavaScript Есть Люди Которые Представляют Из Себя Некое Если Не Сказать Иконы В Данном Конкретном Языке Тот же Дуглас Крокфорд Если Следить За Тем Что Говорит Он То В Принципе Это Уже Неплохо Если Набрать Пул Таких Людей И Подписаться На Их Телеграм Если Он У них Есть Или Блог То Этой Информации Будет Более Чем Достаточно Потому Что Самый Известный Например У нас Это Юра Ветров Который Ведет дайджест Продуктового Дизайна На Него Я Тоже Подписан Он Большое Ему Спасибо Он За Меня Делает Огромную Работу По Анализу И Перевариванию Самой Интересной Сочной Информации Что Происходит В Отрасли Дизайна То же Самое Есть И В Области Джаваскрипта К сожалению Нету Таких Сжатых Есть На Хамре Выходила Раньше Очень хорошая Подборочка Последних Новостей Из мира Джаваскрипт PHP И так далее Последнее Время Что-то там Не очень Поэтому Я потребляю В основном Из личных Блогов Каких-то Важных Людей В отрасли Может тебе Саму Сделать Новую Подборочку Про Джаваскрипт Возможно Если у меня Появится На это Время Возможно Я этим Займусь Конкурс Что ты Приготовил Нашим Зрителям Я Приготовил Нашим Зрителям Которые Правильно Ответят На мой Вопрос Сумку Для ноутбука С логотипом MyTarget Прекрасная Сумка Для прекрасного Ноутбука Для прекрасного Пользователя Вопрос Звучит Следующим Образом В компании Mail.ru Примерно Очень Примерно Работают 4 тысячи Человек Сколько Из этих Человек Программисты Человек Который Ближе Всего Ответит К правильной Цифре Получит Сумку Блиц Какой Редактор Кода Предпочитаешь PHP Storm Или JS Да Что Предпочитаешь Mac Или Windows Linux У тебя Рабочий Ноутбук На Linux Рабочий Ноутбук На Макосе Рабочий Компьютер На Linux Продавать Или покупать Биткоины Сейчас Покупать Каким Супергероем Ты хотел Быть Суперменом Почему Просто Так Ну Тебя Убедил Скриптонит Я в раунд Я могу Умереть От этого И так Знаешь Когда Слышишь Скриптонита Хочется Умереть Я просто Да Можно Не быть Да Ладно Да Стартап Или большая Компания И то И то Я Начинал Свою официальную Карьеру В большой Компании Потом Переходил В стартап Потом Еще один Стартап Потом Основал Стартап Потом Опять В большую Компанию Мне кажется Что Любой Опыт Любого Масштаба Он полезен И чем больше Его разного Тем лучше А у нас в студии был Андрей Терешко Разработчик Портальной Навигации И главной Страницы Mail.ru А вы подписывайтесь На наш канал Ставьте лайки И жмите колокольчик Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому